в начале ребятки я хотел бы поблагодарить публично серёгу с нижнего новгорода он мне подарил вот эту камеру на которую сейчас снимаю подарил нож из дамасской стали и вообще мне подписчики очень много чего подарили единственное сейчас я все в кучу собирать это не буду показывать всем огромнейшее спасибо санёк стихвина поскольку тема ножей он мне тоже ножичек подарил но вперед смотрим так ребятки пришло время показать свои ножички тем более что это ваша заявка есть даже критики но не нравится им мои ножи или мой нож какой-то отстой там и все такое но моя моя точка зрения на ножи я сразу говорю что я не не гуру и не коллекционирую ножи у меня все на бытовом уровне по традиции мешают самолеты ну что сделаешь с какого ножа начать с точки зрения с точки зрения некоторых он отстойный ножа хороший кутяра но не мешай ладно вот такое это подарок подписчика подарил он несколько лет назад но его есть свои хорошие качества сталь так обзовем она средненькая но больше и не надо то есть потрошить мелкую рыбу очень удобно вот такой вот у меня есть на жара ну и противоположность ему допустим вот такой нож удобно кожа толстая не тяжелый на ремне носить очень удобно и сам по себе он красивый ножичек сталь 65 х 13 но он сталь не очень так скажем хотя его всего один раз точил то есть в принципе неплохо держит заточку но я даже не знаю но расчет им делать поцелую его перед сном посмотрю какой он красивый и назад почему так происходит ну к примеру эти нож крестьянский такой да кто то скажет фу отстой а мне лучше и не надо понимаете держится удобно сталь мне когда-то дядька махачкале на заводе имени гаджиева отковал полоски из них я делаю ножи для себя стали ржавеющая высокоуглеродистая и очень очень здорово держит заточку и такой нож не страшно уронить на дно лодки он там помогнет чуть-чуть потом высушишь чтобы шубой он так скажем не ржавел лезвия смажешь ему салом свиным и как бы прочный и очень очень здорово держит он заточку плюс вот эта намоточка у меня там рюкзачок в верхнем отделении под сеточкой у меня веревочка лежит ну примерно такой толщины синенькая я уже рассказывал но напомню значит мой подписчик который мне подарил вот этот нож и не только он мне нож подарил тонул в болоте вот по легкому можно сделать и он размотал ручку и закинул в развилочку нож попал в развилку он вылез благодаря этому он вылез но веревочка в рюкзаке вообще веревочка она нужна постоянно допустим это здесь у меня прошлый позапрошлый год копать поехали с ребятами захлопнули машину внутри ключи и вот с помощью вот такой вот толщины веревочки мы машину открыли дверку это вот на моей уже свежей ниве что называется есть вот такой нож ну как бы отстойный да ну во первых у него тоже намоточка веревочная а мыл я сейчас перед отъездом сюда был его с порошком и так далее он был весь в жиру я им освежевал свиньё от и до конечно это немножко не тот нож для свежевки до туш вот у этого по закругле а я люблю вообще когда здесь круглая то есть нет такой большой опасности кишку спороть там и так далее то есть снимаю шкуру более тонко так подходишь но однако в умелых руках скажем это нож но он у меня в принципе плотницкий нож собаки веселятся зита сегодня с товарищем гуляют кут зовут ну и сколько я говорю ножи я постоянно теряю дарю поэтому какие-то у меня держатся подолгу какие-то нет но вот эти расходные ножички в принципе неплохо так они держат вы их знаете в смысле заточку это нож в кармане на повседневку в бардачке в машине пару ножей они валяются есть даже которые уже послужили свою жизнь почти прожили вот но ребята ну ну вот так вот понтоваться набрать вот таких ножей красавцев а потом дышать на них там ломать а его гнуть размачивать под дождями не хочу он красивый я его вот так и около себя ложу на ночь в постельку и радуюсь что у меня есть такой красивый нож значит есть нажара вот такой он уже подвергался критике а-ля рэмбо ну я про него даже где-то уже рассказал по моему в ролике про выживание здесь есть контейнер туда метров 30 лески помещается несколько спичек охотничек там крючков тьма ну и в общем разумно можно этим контейнером обойтись также на моточка вот и чем он хорош он тяжелый то есть он в принципе и топор и нож единственно мне вот эти заусенцы они не нравятся тем более они какие-то видите вот еще с этим выбраны по середине за каким-то хреном вот я мечтаю потеплее станет у себя в гараже обточить эти заусенцы у меня нет этого потребности воткнуть куда-то нож в живот и вместе с кишками вытащить вот он станет несколько необычной формы но меня-то не долбит никак тяжесть он считай почти не потеряет да не потеряет что там несколько грамм будет сточено но им хорошо рубить ветки и при этой заточке которая сделал щуку вот так вот вдоль филюшку очень удобно снимать лезвие длинное и как бы это можно размахнуться то есть у меня ножи что поздороваться хочешь ну давай это моя эва мы уже с ней на рыбалке ездим с прошлого года с прошлого года ездим и кое-что я уже выложил ну и вот такой ножичек тоже он кто-то скажет без беспонтовый на нем даже инкрустация есть сталька отличная послужил он очень много как раз то что мне нравится здесь вот не пикообразное лезвие а удобное так скажем для разделки животных которых я уже года два наверное не охочусь не бью то есть я как бы к ножам отношусь по простому я уже говорил что я беспонтовый вот нашел еще от пилы полотно будет время что то что то сделаю из него ну в принципе мне ножей хватает как бы и для красоты и для дела ну вот так вот ребята что есть то я вам показал всем пока